всем привет в общем тестирование нового преобразователя ржавчины покупал за 180 рублей очень дорого без цинка и все не могу найти в розовой бутылочки в общем буду сегодня колесе обрабатывать мы с вами посмотрим что из этого выйдет колеса я не мы не особого смысла сейчас в этом нет его все равно нужно смывать поэтому буду наносить а потом уже колеса смывать и менять летнюю резину в конце или в середине лета на зимние так я не знаю видно вам или нет вот такая вот маркировка вроде бы как бы в новосибирске произведено о нхк энергия в общем поехали вот себе ржавчины по курам я уже много места куда нанес ну чё-то как-то реакция неактивна вроде бы что-то есть даже замывается в общем надо поглядеть просто какой процент на соотношение активных вещей непонятно так ладно это первое плохое забыл что надо с двух сторон главное не смущайтесь насчет того что здесь рыжики такие колеса три или четыре сезона пролежали короче с восемнадцатого года пролежали на улице так перейти хочу Ну вроде как бы не сильно, но все-таки смущает эффективность работы, а вроде бы как бы даже работает по сравнению с той, с предыдущей. Разница есть, мне кажется, так ставим тарелку, вот это у нас вроде похуже, да, со всех сторон прям хорошо. Разворачиваем, теперь здесь у нас вообще жесть. Давайте оставим это на поток. Сначала вот это вот, с этой стороны прям, чтобы увидеть. Ну здесь тоже самое. Походу это задняя, которая меня дрифтовала. Дрифтовал, дрифтовал. Похуже, не вдруг. Самое обидное будет, если оно не справится вообще с чем. Вот, похуже, не вдруг. Цена, потому что не маленькая. Так. И последняя. На камеру, конечно, все красиво, а в жизни как-то все не очень. Здесь, я смотрю, проявляется. Химическую реакцию я слышу, что идет. Хороший показатель. Да, она есть. Лучше работать с этим всем делом на улице. Теперь нужно подождать. Вот здесь у нас самое проблемное место. Наверное, вот так развернуло. Чтобы оно видно было вот здесь вот. Лучше вот так вот. Да, вроде в кадр попадает. Наверное, на обратную. Вот так. Ага. И посмотрим. Просто чем коррозию мы сильнее и быстрее и чаще останавливаем, тем меньше она развивается и дольше будут служить нам те или иные узлы агрегата. После того, как это естественно все, химическая реакция пройдет, это все нужно замыть, высушить, зачистить и подкрасить. По-хорошему. А можно не заморачиваться. Есть преобразователи, которые проникают вовнутрь, там остаются и их оттуда не вымыть. И когда наступает влажный сезон, он начинает понемножку работать и ржавчина не распространяется. То есть, такой, как бы это сказать-то, наполнитель, защититель. Ну вот, придумайте что-нибудь в этом плане. В общем, надо подождать. Так, ну, визуально разница есть. Конечно, есть вот места вот такие вот. Он, конечно, пытается, но их, походу, не надо ни один раз обрабатывать, мне лучше еще рождачка пройтись. Ладно, колесики отмывать. Потом буду смотреть. Ну, визуально. Ржавчину вот помило немного. По канту это отмывать. Вот здесь вот как-то смывать. Короче, где следы ржавчины остались, они, вроде бы, как бы смываются. Надо отмывать, отмирать. Сейчас колеса помоем. Потом видно будет. Так, ну, после мытья, короче, получилось вот такие вот колеси. В общем, средство работает. Конечно, не идеально. Сейчас я вам продемонстрирую. На, вообще, трубах там вот на всем этом. Но, тем не менее, лучше, чем, гораздо лучше, чем предыдущие. Из 5 баллов на 4 балла прям результат заметен. Вот здесь, конечно, придется все это подкрасить. Такие глубокие он не взял. Хотя можно вот после наждачки, это я зачистил наждачкой, можно еще раз попробовать. Ну, на отмытом колесе. То есть, резина полностью высохла. Как полностью? То есть, отмыто все. Все отмыто. Все у нас вот так вот получилось. Тунга, блин. И этим колесам очень-очень много лет. Ну, кстати, по канту тоже смотрите, что ржавчины не так много. Вот такие вот колеса стали. Ну, это так, чтобы люди, которые не видят результат, а грязь ему виднее, для них вот я показываю финалочку. Ну, давайте пойдем посмотрим. Так, вот пластиночка нанесена. Видимо, отваливается она. Ну, нанесено оно, видите, где сыровато эта вот вся вот эта область. Видим, работа происходит, состава. В отличие от того предыдущего. Там, наверное, один балл надо было ставить. Так, здесь у нас труба побелела. Была вот такая, стала вот такая. Здесь ничего не изменилось. То есть, видите, да, это у нас тонкая труба. Я не помню, сколько у нее миллиметров, но она очень старая, ей около 30 лет. Вот этой трубе. То есть, ее не взяло. А вот эту, которая лет пять, ее очень даже очень хорошо взяло. Ну, вот как-то и все. В общем, данный преобразователь, в принципе, справляется. Его можно даже рекомендовать. Я вот здесь вот еще раз обработаю и потом посмотрю. В общем, новосибирская штука, она работает. Дальше будет. … …